Вот наша ветхая Быковская школа, которая ни разу не видела капитального ремонта. Школа в селе Быково в Шипуновском районе так и стоит в ветхом состоянии. Ждет капитального ремонта. Жители села больше года бьются за здания и обращаются во все ведомства. Напомним, после обрушения потолка в Быковской СОЖ учреждения закрыли на неопределенный срок. В очередной раз нам проехали по ушам с ремонтом нашей Быковской школы имени Джурко Шипуновского района Алтайского края. Кому верить, непонятно. Родители уверены, что администрация Шипуновского района намеренно препятствует ремонту школы. Объект исключили из списка федеральной программы модернизации школьных систем образования из-за ошибки, которая оказалась в пакете документов, поданных администрацией Шипуновского района. А вот Министерство образования края составило дорожную карту для включения здания школы в перечень мероприятий по капремонту социально значимых объектов на 2024 год. Казалось бы, свет в окне появился, если бы не очередное «но». Согласно утвержденной дорожной карте администрации Шипуновского района, необходимо предоставить заключение специализированной организации о достаточности проведения работ по ремонту здания школы для обеспечения его работоспособного состояния по разработанной сметной документации. Указанное заключение в Министерство образования и науки Алтайского края не предоставлено. Между тем, администрация района утверждает обратное. Информация о получении заключения специализированной организации с приложением данного заключения была неоднократно доведена до Министерства образования и науки Алтайского края. А родители пытаются найти правду, а между тем появилась еще одна проблема. Учебный год дети закончили в здании конторы СПК «Быковский», где председатель конторы Сергей Пожидаев с родителями сами обустроили классы и подготовили их к учебному процессу. Но, по словам родителей, председатель СПК вынужден расторгнуть договор аренды, так как администрация отказывается подписывать дополнительное соглашение об оплате коммунальных услуг по столовой. Соответственно, появилась задолженность. Сейчас узнала, что администрация подолажала бы в прокуратуру на Сергея Георгиевича Пожидаева о том, что он хочет незаконно возместить оплату за коммуналку в столовой за счет бюджетных денег. Сейчас проходит проверка, и поэтому оплата до сих пор не проходит. Судя по документам, которые предоставили нам жители Быково, администрация утверждает, что на заседании Совета депутатов внесли дополнение изменения в районный бюджет и долг будет погашен в ближайшее время. А пока родители вновь задаются вопросом, стоит ли верить очередным обещаниям и, самое главное, где будут учиться их дети в следующем учебном году. Юлия Щепина. День с толком.